Годовая инфляция на 2 октября превысила почти до 6%. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать и в 2024 году. Не исключается и дополнительное повышение ставки, поскольку проинфляционные риски сейчас преобладают. Это «Экономика главная» в студии Татьяны Вершигара. Здравствуйте. СБЕР с начала года заработал более триллиона рублей. Это следует из сокращенной отчетности банка по РСБУ. Скорее всего, организация к концу 2023-го побьет рекордный результат 2021-го. Тогда организация заработала триллион двести миллиардов рублей. Также, несмотря на двузначную ставку, в сентябре СБЕР заработал 130 миллиардов рублей. Это чуть больше среднего значения за месяц. СБЕР обеспечил рентабельность капитала на уровне 25%. Кредитный портфель СБЕРа вырос более чем на 20% с начала года. Средства физических лиц увеличились за месяц на 1,9% и превысили 21 триллион рублей. Однако высокая ставка все же отразилась на крупнейшем российском банке. В сентябре СБЕР снизил выдачу потребкредитов на 20%. Саму организация это также связывает с ужесточением регулирования по потребкредитам. По данным Франк РЖИ, российские банки в целом в сентябре сократили выдачу необеспеченных суд на 22% до 580 миллиардов рублей. Эксперты же подчеркивают, что в ближайшие месяцы кредитная активность организации будет только падать. В последующие месяцы мы увидим определенное замедление темпов роста прибыли, поскольку, опять же, начнут действовать жесткие макропротенциальные лимиты в необеспеченном потребительском кредитовании. Играничение на ипотеку, в частности, начнет действовать требование по увеличению минимального первого взноса по ипотеке, выдаваемой в рамках госпрограмм. Ну и, кроме того, повышение ставок тоже в полной мере уже начнет себя проявлять. Поэтому я считаю, что до конца года мы увидим существенное замедление темпов роста кредитования и в связи с этим замедление темпов роста прибыли. На фоне роста ключевой ставки до 13% банки ухудшили условия по необеспеченным кредитам. Средние ставки по ним превысили 20%. Кроме того, с 1 сентября для организаций выросли надбавки, которые они должны использовать при выдаче займов наличными. Аналитики подчеркивают, что все эти факторы могут негативно отразиться на финансовых результатах сектора за четвертый квартал. Редомицелляция – бесспорно положительный фактор для акции, однако покупать бумаги только из-за нее не стоит. ВТБ «Мои инвестиции» представили инвестиционную стратегию на четвертый квартал этого года. В центре событий РБК стратег брокера Алексей Корнилов вместе с финансовым обозревателем РБК Даниилом Бабичем и ведущей Алифтиной Пинкальской обсудил текущую ситуацию на российском фондовом рынке. По мнению Корнилова, экономика преодолела спад 2022 года, а также вышла на более высокий уровень. Что мы сейчас наблюдаем, это все-таки положительная конъюнктура в нефтяном секторе. Соответственно, вполне логично, что мы сохраняем наш позитивный взгляд на нефтяные компании. Это отражено в стратегии. Но если говорить еще про какие-то дополнительные, скажем, опасения, которые сейчас могут существовать, такие как возможное повышение процентной ставки или возможное какое-то ослабление рубля, то на каждое из этих опасений тоже есть определенные инструменты, которые помогут инвесторам. Корнилов подчеркивает, что застраховаться от процентного риска сейчас помогут флоттеры облигаций с плавающим купоном, привязанные к ключевой ставке или ставке руония. Можно сгладить и девальвацию рубля. Для этого на рынке в большом объеме представлены замещающие облигации. Несмотря на привязку к доллару, расчеты по бумагам происходят полностью в рублях. При этом заработать можно до 8-9% годовых в американской валюте. В свою очередь на рынке акций также есть несколько интересных идей. Например, акции экспортеров, которые еще не полностью отыграли повышение цен на нефть. Впрочем, бумаги других эмитентов тоже выглядят сейчас немного недооцененными, считает Корнилов. По поводу индекса Мосбиржи, действительно, этот процесс восстановления еще не закончен. Если мы смотрим в будущее, то у индекса, несомненно, есть потенциал. Он в основном оценивается, глядя на его относительную стоимость. Если мы посмотрим на такие оценки, как P на E мультипликатор, мы видим, что мультипликатор от прибыли текущего и следующего года находится в районе 4,2-4,3. То есть это крайне низкие оценки даже для нашего рынка, который в среднем торговался на протяжении последних 10 лет с мультипликатором 6,8. С этой точки зрения есть потенциал восстановления к более привычным мультипликаторам. То есть порядка, скажем, 10% может к уровню 3,400-3,500. При этом Корнилов уверен, на российском рынке вскором появится все больше эмитентов, и тема IPO станет более актуальна. Тот же сегмент технологических компаний сейчас представлен не так широко, однако уже 13 октября на биржу выходит группа компаний Astra, российский разработчик программного обеспечения. При благоприятной рыночной конъюнктуре IPO будут проходить все чаще, отмечает инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции». Экономика России строится вокруг расходов на сектор ВПК. Об этом пишет New York Times. Издание ссылается на новый проект бюджета России на ближайшие три года. Напомню, что на 2024 год трат запланировано более чем на 36,5 триллионов рублей, из которых почти треть уйдет на поддержание обороноспособности страны. New York Times отмечает, что экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем предполагали западные правительства. Страна адаптировалась к санкциям, наладила новые каналы сбыта сырья, а темп роста ВВП может быть выше, чем в странах ЕС и США. По оценкам Центробанка, экономика России в 2023 может вырасти на 2,5%. Однако в раздутых расходах на ВПК есть и негативная сторона, отмечает обозреватель издания. Эти средства могли быть перенаправлены на развитие здравоохранения, образования и другие социально значимые сектора. А они обеспечили бы рост экономики и после завершения геополитического конфликта. Отмечу, что министр финансов России Антон Силуанов ранее заявлял, что достижение цели СВО — это приоритет для бюджета, а также что экономия здесь, цитата, «просто невозможна». При этом министр подчеркивал, что выполнение социальных обязательств, а также инвестиций в высокотехнологичные отрасли, также важны, и средств из бюджета на эти цели хватит. Спрос на кадры к 2030 году в некоторых секторах снизится. Это следует из прогноза Минэкономразвития. Сокращение коснется сферы сельского хозяйства, торговли, финансов и страхования. По оценкам министерства, совокупное сокращение спроса на труд в этих отраслях составит более чем 700 тысяч человек. Так, спрос на кадры в сельскохозяйственном секторе снизится на 300 тысяч человек, в торговле на 200 тысяч, в финансовой и страховой деятельности на 100 тысяч. Также на 100 тысяч человек ожидается сокращение спроса и на специалистов в сфере недвижимости. Это цифры из чернового варианта, однако после согласования оппозиции с Минтрудом данные были немного изменены. Так, например, в секторе торговли ожидается уже не такое глубокое снижение. При этом расти спрос будет в обрабатывающих производствах, здравоохранении, транспортировке и хранении, а также в научной сфере и сфере информационных технологий и связи. Как отмечает ведомство, потребность сотрудников будет определяться, исходя из задач по укреплению технологического суверенитета и развитию импортозамещения. При этом власти подчеркивают, что на рынке труда в России формируется дисбаланс, а привлекать дополнительную рабочую силу стало труднее. Это ограничивает темпы трансформации экономики. Напомню, что по данным Росстата в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%, а за год доля неквалифицированных сотрудников выросла с 18% до 20%. Артемий Лебедев стал директором по дизайну ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. В сообщении указано, что он будет управлять дизайном продуктов платформы, формировать подходы к работе над использованием над пользовательским интерфейсом, а также разрабатывать общее видение дизайна социальной сети. Цитата «Кайф». Так прокомментировал собственное назначение сам Артемий Лебедев. ВКонтакте также отметили, что одноименная студия дизайнера реализовала более 5000 проектов от схемы московского метро до сайтов Билайна и Альфа-банка. Также накануне Лебедев заявил, что занял второе место на конкурсе по разработке мастер-плана Грозного. На этом у меня все. Оставайтесь на РБК.